Клумбами и кустарниками в каменных джунглях уже давно никого не удивишь. Другое дело – настоящий огород. Разбить грядки на территории детского сада Бобренок и вместе с детьми выращивать там урожай – идея воспитателя Айгуль Алеевой. Родители Дашкалят идею поддержали и всячески помогали реализовывать. Натаскали земли, с детьми уже грядки мы сделали, принесли семена. Родители нам принесли семена. У кого была рассада помидоров, огурцов, капусты, мы уже сажали рассадой. Зелень посадили, семенами. Ребята тоже очень заинтересовались новинкой и с удовольствием каждую прогулку ухаживали за грядками. Тут растет кабачок, помидоры, капуста и огурец. Раскопала, семена посадила, закопала, потом лила, полила, потом ждала, на ней поливала и вылезла. А что тебе больше всего понравилось выращивать из растений? Что? Из овощей? Кабачок. А почему? Просто понравилось. К инициативе быстро присоединились и другие группы детского сада. За грядками в форме солнца ухаживали целое лето. Детишки участвовали абсолютно всех возрастов, с ясельной группы до подготовителей. То есть маленьким деткам показывали, как весь процесс это происходит. Подготовишечки сами участвовали, поливали, пропалывали. И результат не заставил себя ждать. Сейчас основной урожай уже собран. Остались только самые морозостойкие культуры. С такого небольшого участка нашим героям удалось собрать по 6-7 килограммов помидоров и огурцов. В следующем году они планируют поставить теплицу и вырастить еще больше. Именно на теплицу в случае победы в нашем Подмосковье решила потратить губернаторскую премию Айгуль-Алеева. И весь урожай планируют раздать нуждающимся. Раздавать будем малообеспеченным даже. Есть такие инвалиды у нас в районе живут. Можем также угощать бабушек, дедушек. Даже приятно будет им со своего огорода. Дети преподнесли. Свой проект Айгуль-Алеева назвала «Будущее в наших руках». Она уверена прививать любовь к природе, учить бережно относиться к каждому ростку и травинке. И беречь природу нужно с самого раннего детства. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.